Я очень рад приветствовать вас на белорусской земле. Я всегда говорю, это и ваша земля. Беларусь неотделима от славянских народов. Так уж случилось, что в последнее время Беларусь стала самой славянской страной, внося такой заметный уклад в сближение наших народов. И мы рассматриваем развитие сотрудничества с вами, со всеми российскими регионами в качестве одного из ключевых направлений. Я часто также говорю о том, что в свое время, когда между Беларусью и Россией были не лучшие времена, бывали и такие, именно сотрудничество регионов с Беларусью спасло союз Беларуси и России. Светловская область, несмотря, можно сказать, такую какую-то удаленность географическую, надежный партнер. Для Беларуси это близкие нам люди, как я уже сказал, и близкий регион. В Уральском регионе мы работаем очень давно, успешно. Жители области далеко за ее пределами хорошо знакомы с белорусскими продуктами питания, обувью, текстилем, бытовой техникой, мебелью. Заметную долю в объеме взаимоторговли занимают наши совместные проекты в области энергетики. На Урале произведено 60% турбин, которые мы используем в Беларуси. Большой потенциал для расширения производственной кооперации имеется в машиностроительной отрасли. Например, белорусское предприятие «Белкоммунмаш» может организовать у вас всю линейку модернизации трамваев. Притом цены будут несравнимо ниже даже с предприятиями России. Представляет интерес сборка дизельных двигателей для самосвалов «БелАЗ» вместе с компанией «Сенаро» транспортные машины. Для обновления подвижного состава города Екатеринбурга и области мы можем предложить широкий спектр пассажирской техники, включая такой инновационный, я считаю, экологичный транспорт, как электробусы. У нас также есть наработки по созданию системы диспетчеризации регулярного городского транспортного сообщения. Беларусь готова принять участие в обеспечении вашего региона сельскохозяйственной, автомобильной, дорожественной, коммунальной техники. Вы знаете, что Беларусь – это машиностроительная страна, и в любом сегменте мы имеем хорошие не просто наработки, но хорошие товары. У нас есть возможность для развития новых направлений сотрудничества, в том числе и в науке, и в сельском хозяйстве. В целях успешной реализации совместных проектов в этих перспективных сферах необходимо задействовать весь научно-технологический и кадровый потенциал. Белорусские специалисты предлагают свои инжиниринговые услуги при строительстве социальных объектов, отодорог, мостов, мусорперерабатывающих комплексов. Я знаю, вы очень много строите, и вы один из ведущих регионов по строительству. Если вам нужно будет наша поддержка и помощь строителями, пожалуйста, под ключ, если нужно. Особенно это актуально при подготовке Всемирной летней универсиаде, которая в 2023 году состоится. У нас есть определенный в этом плане опыт, потому что мы в этом году провели масштабные европейские игры, матч легкоатлетический США-Европа. Одним из направлений сотрудничества, естественно, важным для Свердловской области, несмотря что это такой северный край, является сельское хозяйство. Мы имеем определенный опыт в этом плане. Я часто привожу в пример Сахалин, это куда дальше. И там мы создали уникальный комплекс для этого региона, для того, чтобы просто показать, что там можно производить сельхозпродукцию. Широкое поле для сотрудничества в гуманитарной области. Мы очень гордимся нашими культурными связями, наша общая гордость. Володя Мулявин, которого я очень хорошо знал, с которым был очень дружен. И после националистического угара несколько лет в Беларуси это было, мне пришлось его как нашего русского человека поднимать на высоту. И я прямо белорусам сказал, что этот русский россиянин научил нас разговаривать на белорусском языке. Ваш подарок, памятник этому великому человеку в Беларуси дорогого стоит. Мы очень внимательно относимся к памяти Владимира Мулявина, поддерживаем все его творчество, оно до сих пор звучит в Беларуси, как будто он жив. Белорусская сторона, вы знаете, открыта для диалога по любым интересующимся вопросам. Мы настроены максимально быстро выйти на конкретные договоренности. И вы знаете, если мы о чем-то договоримся, по исполнению никогда не будет никаких задержек. Думаю, что мы в ближайшее время сможем превысить тот рекордный товарооборот примерно в 600 миллионов долларов, который был в 2012 году. Я убежден, что ваш сегодняшний приезд как раз будет способствовать развитию не только товарооборота, но и укреплению дужественных связей между Беларусью и Средловской областью. Я вас приветствую и благодарю, что вы нашли время для того, чтобы побывать у нас в Беларуси. Спасибо.